Еще мне очень приглянулась вот такая романтичная блузка, очень легкая, шифоновая, валанчики, все так очень нежно. Я планирую носить, не знаю, с брюками, может быть, с юбкой, вовнутрь заправлять, потому что она такая достаточно объемная, и мне кажется, вот такой стиль носить сверху как-то, ну, не совсем что ли правильно. Наверное, будет интереснее смотреться, она все-таки в заправленном виде, очень, на мой взгляд, такая милая вещица, и она мне очень понравилась. Далее футболочка, которая сейчас надета на мне, в принципе, ничего особенного, мне даже не сама футболка, не сама модель понравилась, как цвет розово-персиковая или розовая, даже лососевая какая-то, очень приятный цвет, мне кажется, мне такой идет. Сзади отделка кружева, ну, такая вроде бы простая, но в то же время вот эта отделочка делает ее достаточно нарядной. Еще заказывала для себя вот такую блузку, тоже похожего цвета, потому что, ну, не знаю, мне очень-очень нравится этот цвет, но, к сожалению, она оказалась большая. Хотя по размеру, по-моему, это, не помню, S, я обычно вверх беру всегда S, но здесь, может быть, она была просто одного размера. Кстати, вещи, которые представлены в интернет-магазинах одного размера, они, как правило, бывают достаточно объемные. Вот, очень жаль, потому что красивая блузка, я уже знаю, кому я ее подарю, в принципе, у нее уже, можно сказать, есть хозяйка, просто мне хочется показать вам, что и, по-моему, по модели она классная, и по цвету хорошая, единственное, вот по размеру не совсем мне подошла, а жаль. Также я заказывала несколько футболочек для того, чтобы носить дома, я вообще дома очень люблю не халаты, а вот именно, особенно летом, футболочки и шортики, или, может быть, это бриджики какие-то, если попрохладней. Мне кажется, это всегда очень аккуратненько смотрится, всегда очень удобно, поэтому, ну, вот, как правило, так дома я и хожу. Вот такой, очень приятного персикового цвета, я себе заказывала, я надевала ее несколько раз на пикник, тоже, как бы, если с ней что случится, не жалко, и цвет такой приятный, но еще вот такую интересную заказала, видите, в виде какого-то корсета, что ли, ну, тоже для дома классная такая, хотя мне дочка говорит, мама, что ты ее так не носишь, ну, как-то вот сам вот этот принт меня немного смущает, но дома очень даже, а так по качеству футболки очень хорошие. Еще одна неплохая футболочка, вот такая для Алины заказывали, черную и белую, она достаточно такая свободная, и сзади тоже вот такой, не знаю, как правильно объяснить, ну, вот видите, наверное, да, как она выглядит, черная и белая, на лето, бегать на каждый день, очень даже отличный вариант. Следующее платье достаточно теплое, тоже для Алины его заказывали, подсмотрели его, по-моему, у Вики, очень на ней красиво смотрелось, и я подумала, вот для Алины, наверное, тоже такой подойдет, она просто от него без ума. Классно смотрится, оно достаточно длинное такое, теплое, но лето, лето такое, не до лета, с удовольствием носила в дождливую погоду, в прохладную погоду, я думаю, и осенью, и зимой еще будет носить. Классное платье, опять же, конечно же, оно очень сильно обтягивает, поэтому фигура все-таки должна позволять носить такие вещи, для куденьких девочек просто очень стильный. А еще я заказала себе классную стильную вещецу, которую, честно говоря, даже не ожидала, что так сильно мне понравится, а вроде как это пиджачок или удлиненный кардиган. Значит, здесь ткань плотная, рукава шифон, плотная ткань где-то до талии, наверное, и дальше тоже шифон. Смотрится просто классно, мне очень понравилось, очень стильно, интересно, необычно просто. Сейчас вечером ее частенько накидываю под узкие джинсики, под узкую маечку, она такая, потому что достаточно свободная и смотрится очень стильно и интересно. Также мы делали небольшой заказ от Иры Сланевской, для Алины заказали вот такое платье-рубашку. Классная вообще вещь, очень стильная, вроде бы простая, но когда, кстати, рукава у нее длинные, но вот в таком варианте, мне кажется, когда они немножко подкатаны, смотрится намного классно, намного лучше, да что ж такое. Мне очень нравится, как это платье смотрится с какой-то обувью без каблука, даже спортивной обуви, очень стильно. Вообще классная вещь, это хлопковое платье, оно очень комфортное, не очень плотное, поэтому я думаю, что и даже осенью под колготочки, даже под плотные колготки, возможно, будет смотреться очень хорошо. Оно на самом деле вот такое свободное, но есть ремень, можно, наверное, ремень, есть пояс, можно даже, наверное, каким-то ремешком коричневым заменить и будет классно смотреться. Поэтому очень мне понравилось, это, по-моему, что-то из новой коллекции. Ну, для себя в интернет-магазине Иры Сланевской я заказала вот такой жилет, посмотрите, какой классный, цвет просто, цвет лета, понятное дело, очень красиво смотрится, он достаточно свободный, хотя это размер XS, даже не S, но при этом сам крой такой объемный, мне это очень нравится, смотрится очень стильно. Ткань, честно говоря, я вам уже говорила, я не очень разбираюсь, что именно за ткань, но настолько она приятная, настолько прохладная, вообще классно, мне очень-очень понравился этот жилет, я с удовольствием его ношу и даже делюсь время от времени с дочерью. Также я себе покупала вот такие летние брючки, это хлопковые брюки, серый фон и мелкие-мелкие горошинки. Я, в принципе, когда жарко, стараюсь все-таки брюки и джинсы не носить, но вот здесь я помню, что как-то так получилось, что я их надела и я почувствовала, насколько мне абсолютно не жарко, что мне абсолютно комфортно, потому что вот эта хлопковая ткань, она все-таки, видимо, не создает парникового эффекта и чувствуешь себя очень комфортно. Ну и вообще они такие летние, на мой взгляд, очень интересные. А еще одна очень комфортная вещь, это вот такие длинные брюки, хотя смотрятся они как юбка, на самом деле это широкие брючки, очень интересный покрой с какими-то валанами, что ли, по ноге. Очень тоже комфортный, легкая струящаяся ткань, абсолютно не жарко, обдувает со всех сторон, все это так свободно, очень комфортно, но и сама модель, мне кажется, очень стильная, мне, по крайней мере, прям запахнет. Пало в душу, я их частенько ношу. А еще одни замечательные летние брючки, вот такого яркого, красивого салатового цвета, когда на улице яркое солнце, смотрятся такие цвета всегда классно. Они достаточно узкие, поэтому ношу я их под объемный верх, но смотрятся, мне кажется, не классно, очень их люблю и очень часто ношу. А еще одно интересное платьице, правда оно черного цвета, на лето не очень люблю черный цвет, но тем не менее, мне очень понравилась модель. Такое двухъярусное оно, что ли, интересно, вырезана вот сама ткань, да, основа и вот эта вот вырезка, она на самой ткани, вот таким образом сделана. Очень красиво смотрится, я, честно говоря, как с технической точки зрения это делается, не совсем представляю, но смотрится очень-очень красиво. Единственное, немножко длина меня смущает, потому что для туники оно слишком длинное, а для платья, ну, немножко коротковато. Чуть-чуть было бы подлиннее, было бы идеально, но тем не менее, я его все равно ношу, потому что сама модель мне очень нравится. А еще хочу показать вам вот такой замечательный комбинезончик, который заказывали для Алины. Всем он неплох, но носить его лучше все-таки на пляже, потому что он очень-очень-очень открытый, чересчур вот здесь ничего не крепится, все это настолько свободно, что, ну, вот для города это как-то, как-то, наверное, слишком. Ну, по крайней мере, мы так решили, поэтому, если будет какая-то поездка на море, вот там он будет смотреться, ну, наверное, уместно. И еще одно платье, которое мы для нее заказывали, к сожалению, оказалось большое, но это платье, я думаю, достойно того, чтобы его переделать. На вид, в принципе, ничего особенного красное, без бретелек, не знаю, как вот эта модель называется, юбка ГД, наверное, правильно. Оно неплохо сидит, но так как нет бретелек, все-таки по груди немножко великовато и, как бы, ну, так, не очень плотно прилегает. Есть вероятность того, что оно может упасть, поэтому лучше его переделать. Но смотрится оно классно, мне очень понравилось, я думаю, что все-таки мы его перешьем. Еще для Алины вот такой комбинезончик заказывали, черно-белый, тоже отлично смотрится, очень легкий, очень комфортный, очень приятная ткань. Она совершенно в нем не жарко, можно сказать, что она пол-лета в нем точно пробегала. Также на Чойси я себе заказала вот такое украшение, это бижутерия на основе три цепочки разноуровневых с разными вот такими подвесочками. Она мне очень понравилась, я, в принципе, практически все лето проносила, очень даже неплохо смотрится. Единственное, что думаю, что, наверное, все-таки такие украшения, они ненадолго, ну, на один сезон потом, скорее всего, почернеют, хотя пока она выглядит очень даже хорошо. Ну, и я думаю, что на китайских сайтах грех не заказывать какую-то мелочевку, типа вот таких браслетиков для моей племянницы, я ей частенько заказываю нечто подобное, вот таких маленьких кошелечков, то есть для деток, для подростков, вот эти вещи все они стоят совершенно недорого, ну, по крайней мере, у нас такой в прямой продаже в нашем городе все эти безделушки можно купить значительно дороже. Поэтому, ну, вот для подростков, для детей всех, все вот эти вот мелкие приятные вещички очень даже можно заказывать. Ну, что ж, мои дорогие, на этом я заканчиваю видео о гардеробе. Лето, к сожалению, осталось совсем-совсем немного, надо пользоваться моментом, использовать каждый теплый денек для того, чтобы гулять, для того, чтобы наслаждаться теплом, по крайней мере, на Дальнем Востоке скоро, совсем скоро, к сожалению, полгода зимы. И просто даже страшно об этом говорить. В любом случае, еще будет возможность поносить что-то легкое и летнее, что я буду с удовольствием делать. На этом я с вами прощаюсь, до встречи на моем канале, всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова